Вклад, который исчез. В редакцию новостей УТС обратилась семья, которая уже год пытается вернуть свои деньги, хранившиеся на счете в банке. Больше миллиона рублей, отложенные на покупку жилья, пропали через два месяца после открытия вклада. Ситуацией разбирался Александр Куршев. Алексей Пимонов и его супруга в отделении Сбербанка на Филатова 11 уже год неудобные клиенты. 7 мая 2015 года Елена Пимонова положила на лицевой счет 1 миллион 322 тысячи рублей. А через два месяца деньги исчезли. Плакала, умоляла разобраться, ведь сумма хранилась для покупки квартиры. Эти деньги были получены после продажи жилья в городе Барабинске в Новосибирской области, после получения наследства. Сразу же после того, как квартира была отродана, деньги были положены именно на счет, с целью сохранения и под процент, потому что счет был депозитный. Его нельзя было не пополнить, не снять наличные. Но, к сожалению, получилась такая ситуация, что деньги пропали именно оттуда. Резонный вопрос, имел ли доступ к счету кто-то из родных или близких. Алексей уверяет, расторнуть договор с кредитной организацией могла только сама Елена. Без ее визита в банк и подписи, совершение каких-либо операций с деньгами – подсудное дело. Я подозреваю Сбербанк, потому что случай не единичный. Если посмотреть в интернете много информации, либо на том же канале Ютуба, очень много обращений людей связано именно с хищением Сбербанка. Но Сбербанк не дает никаких надежд на возврат сумм почему-то. Вот распечатки по лицевому счету. Их у Пимановых три. Все предоставлены Сбербанком России. Даты, номер счета и код авторизации совпадают. Обналиченные суммы – нет. Исходя из выписки лицевого счета, в каждом документе указан идентификационный номер банкомата, в котором обналичивались деньги. Однако служба безопасности ни один из адресов так предоставить и не смогла. Возникает вопрос, почему полиция, куда обращались потерпевшие Пимановы, не затребовали материалы с камер видеонаблюдения? Почему банк не застраховал вклад? Ведь это единственная гарантия безопасности денежных средств. Спрашиваем у управляющего отделением Сбербанка, где был открыт счет. Мошенничество в отделении какого банка? Готов сказать. Я же не видел документы. Так я же вам показал документы. Ну и с ними надо ознакомливаться. Но вы готовы с ними ознакомиться, помочь человеку, чтобы эти деньги каким-то образом найти? Ну все вопросы вот сюда, пожалуйста. То есть пресс-служба будет этим заниматься? У вас пресс-служба теперь занимается и вопросами безопасности банка? Вопросы о безопасности занимает служба безопасности. Если вопросы, пресс-служба, пожалуйста, обращайтесь. Хорошо. Вот без камеры вы готовы с ним встретиться, поговорить? Без камеры у нас будут. Пускай заходит без камеры, посмотрим, что за документы. Готовишься зайти? Пойдите, поздно вам скажут, что вам пообещали. Тем временем журналисты под видом клиентов пытаются оформить вклад. Эксперимент прямо из офиса Сбербанка. Девушка, а кому можно проконсультироваться по вкладу? Хотел открыть у вас вклад в вашем банке. И хотелось бы узнать процентную ставку максимальную. Максимальную? Да. 7,35. 7,35. И еще главный вопрос. Насколько мои деньги могут безопасности? Ваши внешние средства безопасности? Полная безопасность 100%. Да. Почему эта безопасность не помогла семье Пимоновых? У представителей Сбербанка своя версия. К сожалению, действительно, этот факт мы подтверждаем. Клиент является пострадавшим. Мы рассмотрели его жалобу и готовы дать при личной встрече аргументы. Сбербанка, Новосибирское отделение обращались в сотрудники полиции, когда проводили проверку по данному факту? Я не могу сейчас это сказать. Сумма вклада, когда обращается клиент в банк, она как-то страхуется, защищается? Вообще, насколько мы можем быть безопасны в плане того, что чувствуете себя безопасно, что наши деньги никуда не исчезнут? Сбербанк онлайн признан сегодня одной из самых безопасных интернет-систем банкинга, но клиенты должны выполнять очень простые правила безопасности. Одно из них, самое важное, никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не сообщает персональную финансовую информацию. Семью Пимоновых уже завтра ждут в центральном офисе. Их вопрос дошел до руководства. Кстати, люди вместе со своими деньгами потеряли еще и проценты. За год у них в Сбербанке набежало бы около 100 тысяч рублей. Александр Куршев и Антон Мамаев. Новости ОТС.